Можно рассмотреть и больший пример, но идеологически все останется так же. Пусть у нас есть несколько классов, связанных с цепочкой наследования. Например, класс Person, унаследованный от него класс Teacher, и унаследованный от Teacher класс Профессор. Ну так как профессор — это в некотором смысле частный случай учителя. Так как у базового класса Person объявлено всего два виртуальных метода, то в таблице виртуальных методов для класса Person будет две ячейки. Первая будет соответствовать адресу деструктора, вторая будет содержать значение 0, которое соответствует тому, что этот Occupation является чистым виртуальным. Пусть у производного класса Teacher будет определен метод Occupation, который будет переопределять чистый виртуальный метод из класса Person. И еще определен один дополнительный виртуальный метод — курс. Метод, который возвращает строчку с названием того курса, который данный учитель читает. Тогда в таблице виртуальных методов для класса Teacher будет три ячейки. Первые две будут соответствовать ячейкам из таблиц виртуальных методов для класса Person. То есть первый будет храниться адрес деструктора, но деструктор уже класса Teacher. Во второй будет храниться адрес реализации метода Occupation. А третья ячейка будет соответствовать тому новому методу курса, который добавлен уже только в классе Teacher. И этот метод он виртуальный и будет виртуальным для всех наследников, начиная с класса Teacher. Рассмотрим следующего наследника — это класс Профессор. Он наследуется от Teacher, и у него также определен метод Occupation, и добавлен свой виртуальный метод CIS, который возвращает название кандидатской диссертации. Или докторской диссертации. Тогда в таблице виртуальных методов для класса Профессор будет четыре ячейки. В первой будет содержаться адрес деструктора класса Профессор. Во второй будет адрес реализации метода Occupation для класса Профессор. Это будет новый адрес, то есть он не будет соответствовать адресу Occupation для класса Teacher, но так как класс Профессор переопределяет метод Occupation самостоятельно. В ячейке, которая будет содержать адрес реализации метода курс, будет стоять тот же самый адрес. То есть вот здесь и здесь это один и тот же адрес. Это соответствует тому, что класс Профессор не реализует самостоятельно метод курс и использует реализацию, наследованную из класса Teacher. Ну и для последнего метода для метод CIS в классе Профессор есть некоторая реализация, и этой реализации соответствует конкретный некоторый адрес. новый, который до этого не встречался. То есть, в принципе, несмотря на размер иерархии наследника, который получится, все получается достаточно естественно. Если мы определяем некоторый метод виртуальным, то этот метод является виртуальным, начиная с данного класса для всех его наследников. И каждый виртуальный метод будет соответствовать одной ячейке в таблице виртуальных методов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!